Это будет молоко из тыквенно-грецких орехов с антипаразитарным уклоном. Ну вот, тыквенные семена, они же антипаразитарные. А это улучшает работу мозга грецкий орех, там масла полезные, все дела. В общем, поместила в ёмкость блендера штук 10 орешков, горсть где-то вот тыквенных семечек. Но тыквенные семечки я вымочила предварительно в воде ночку. Мягкие они стали, так лучше. Ну, в общем, фитильная кислота ушла там всякая эта фигня. Вот поместила, долила воды на глаз, пару стаканов, наверное, где-то. То есть горсть семян тыквенных, штук 10 грецких орехов, пару стаканов воды. Перекрутила, получше надо, около минуты, наверное. Вот даже если мощный блендер, не мощный, получше, в общем, перекрутить. И вот получается белоснежное молочко, такое вкусное, классное. Кстати, если тыквенные семечки не голосеменные брать, вот эти зеленые, еще даже лучше будет. Прямо вот со скорлупкой можно их из свежевынутой, как бы из тыквы, тоже перекрутить. Будут такие сливочки, все, потом процедить их. Просто процедить. Если меньше воды, прям как сливки, густые такие. А если побольше воды, то как молоко будет. Белое, не молоко. Можно сделать и с миндалем, будет еще покруче. Можно сделать бюджетный вариант из овсянки, из зерен. Ну, в смысле, можно из пшеницы, прям из очменя. Просто вымочить их в воде, тоже ночку. Чтоб они проснулись, пробудились. Чтоб в них вещества биологические активизировались, активировались. Полезные. И также вот с водой перекрутить, процедить. Будет молоко на молоко. Просто потрясающее. Ну, оно похоже на пенопласт, кстати. Да, вот так вот пузырится, как пенопластинки. Ну, они очень вкусные эти пенопластинки. Нет, это просто пузырится мое молочко белоснежное. Сочи, сом.